30 июня были торжественно открыты соревнования для девяти команд-участниц. И в первый же день кросс и стафета на три километра на стадионе первой спортшколы. А сегодня горно-лесной массив. Соревнования проводятся на территории недостроенного аквапарка в районе Большого Ахуна. Здесь как раз созданы все условия для того, чтобы соревноваться в самых сложных этапах спасательных операций. Вот сейчас идет имитация завала. Спасатели должны проделать лаз с помощью специального оборудования. Легенда учения такова. Произошло обрушение во время землетрясения и нужно вытащить из-под завалов человека. Спасатели показывают, как они умеют приподнимать с четырех сторон над собой плиты и пролезать внутрь. Сегодня на оценку свои профессиональные навыки демонстрировали спасатели из Краснодара. Очень сильная, хорошая команда. Давно с ними знакомы. И, скажем так, им повезло, что они первые. Посмотрим, что будет дальше. Вот еще один сложнейший метод спасения людей при чревоизвечайной ситуации. Возможность проникнуть в здание только по низу лестничного марша. На языке спасателей это называется потолочное лазанье. Да, это технически возможно. Наладить искусственные точки опоры и по ним пройти в трудодоступное место. Если нет возможности поставить лестницу или другое оборудование какое-то использовать, то используется метод промышленного альпинизма, который сейчас демонстрируют ребята. Видно, что спасатель прикладывает максимум усилия и периодически отдыхает. Промышленных альпинистов готовят по специальной программе, где требуется как физическая, так и техническая подготовка. Показали также спасатели сегодня ликвидацию последствий ДТП и пожара, при котором необходима была эвакуация человека из высотного дома. После обеда судьи оценивали профессионализм туапсинских спасателей. Соревнования продлятся пять дней и предстоит еще поработать на реке и в море, соревноваться в прохождении сплавов по горным рекам и в подводном ориентировании в поиске пострадавшего на глубине до пяти метров и эвакуации его на берег. Елена Авсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ. Борис Осин, телекомпания ФКТ.